Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июня и вчера я показывала вам, как я делаю подкормки, как я делаю опрыскивание на огурцах. И в продолжение огуречной темы хочу сегодня еще раз поговорить об огурцах. Это уже по вопросам зрителей. Вот Ирина Гудым под этим видео написала. Ольга, подскажите, вы ранее использовали на огурцах калильную селитру? Действительно есть результат? Завязываемость улучшается? Я сейчас отвечу на этот вопрос, вот прям показывая вам огурцы свои. Я начну с того, что когда мы подкармливаем огурцы, конечно мы у каждого свои цели. Вот как Ирина спрашивает, действительно ли больше завязей становится. И кто-то их правда подкармливает, опрыскивает для того, чтобы было много завязей. Но я сразу сказала, у меня завязей много. Вот смотрите, все-все-все в огурчиках, с самого низа и до верху идут огурцы, 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 даже маленькие. Завязей уже есть, их больше не нужно. У меня основная цель вот моей подкормки и моего опрыскивания огурцов, это чтобы эти завязи не пожелтели, не засохли, не отвалились, а преобразовались в полноценные огурцы. И кто видел мои подкормки, вчера показывала, уже наверное заметил, смотрите, что размер огурцов вообще сильно увеличился. Вот сейчас палец поставлю свой. Ой, снимать неудобно, подождите. Вот видите мой пальчик. Видно, что огурцы уже здоровые. Вот этот, например, такой уже можно в пищу употреблять. И почему я взялась опрыскивать калием, потому что, смотрите, вот мои огурцы. И, как я уже сказала, что некоторые нижние отщипывают, что, как сказать, что потому что растению не хватает здоровья, не хватает сил, и нижние четыре пазухи люди ослепляют, выщипывают. Ну, а я все оставила. И так как я все оставила, мне больше завязи не надо. На них и так, они все упиханы, увешаны огурчиками. Я делала подкормку для того, чтобы эти уже завязавшиеся у меня не отвалились. Поэтому на вопрос, становится больше завязи или нет, я ответить не могу. У меня их и так много. Может быть, у кого нет совсем завязи, тому поможет и образуются они. Но я опрыскивала для сохранения своих, уже имеющихся. Так, это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, работала ли я с этим препаратом, я сразу скажу, что нет. До прошлого года я вообще очень редко прибегала вот к таким магазинным средствам. И недостаток калия всегда восполняла золой. Но тут опять же я вчера говорила, что не все могут много золы употреблять. Если у кого почва не кислая, то может защелачивание почвы произойти. А так как у меня все нормально, так как у нас кислые почвы, я золу могу применять. И я всегда пользовалась золой, и мне этого хватало. Но тут, так как золы у меня теперь не стало, я понемножку начала чередовать хотя бы с минеральными. Раз буду делать золу, раз буду делать вот этот вот, или селитру калиевую, или какой-то другой, например, сульфат калия. И для меня опыт применения вот подобных минеральных удобрений тоже он не очень большой. Я сама применяю и наблюдаю. И вот поэтому я могу сказать, что я сама только учусь применять вот эти минеральные удобрения на огурцах. Потому что до этого было достаточно народных средств. Сейчас с народными средствами закончились перебои. У нас в городе древесную золу найти невозможно. Все топимся углем. И вот поэтому буду чередовать один раз золу, один раз калий магазинный, минеральные удобрения. Но в таких пределах разумных, я думаю, что употребление минеральных удобрений не повредит. Хотя я и читаю, и слышу, что огурцы все-таки предпочитают у нас органику. То есть вот эти самые народные средства, которых нам всегда не хватает огурцам, они вроде лучше. Ну все, я как могла ответила Ирине на ее вопрос. Мне главное сохранить завязи уже имеющиеся. И как я вижу, они прекрасно сохраняются. Вот огурцы начали наливаться. И начали наливаться прямо на глазах. Но если селитра калиевая для нас не очень распространена и не очень привычна, то вот этот сульфат калия, калий серно-кислый, мы применяем же в томатах. Я в прошлом году делала вытяжку из суперфосфата, вот с калием серно-кислым добавляла, подкармливала томаты один раз, по-моему, в сезон. И для огурцов он тоже подходит. Он бесхлорный. И вот именно с таким раствором, ну от одной чашки, ой, от одной чайной ложки до одной столовой ложки на ведро воды и поливать по влажному грунту вот такие калийные подкормки. Можно чередовать с такими, с органическими, с природными, с натуральными. Одну можно органику, например, травяной настой или что-то там вы будете делать, а другую вот с поливом калий. Всё.